Добрый день! Мы продолжаем наше занятие по книге Эзры. И, как было обещано в прошлый раз, мы должны закончить тему, развить ее и понять, что здесь происходило, тему жертвоприношений. Часть мы уже, часть какое-то введение мы успели сказать на прошлом уроке, в конце прошлого урока. И давайте сейчас повторим то, о чем мы говорили, и то, о чем, соответственно, нам нужно будет говорить сегодня. В конце шестой главы книги Эзры говорится так. «И поставили священников по делам их и левитов по сменам их на службу Бога». А 20 стих начинается так. «Потому что очистились священники и левиты, как один, все чистые, и зарезали жертву пасхальную для всех сынов Израиля, изгнание, и для братьев своих священников, и для себя. И ели сына Израиля, возвратившись из изгнания, и все, отошедшие от скверных народов земли». Койны очистились. О каком очищении идет речь? О микве, о... Какие у нас еще могут быть очищения? Конечно же, каждому приходит на ум мысль, что идет речь о очищении пеплом красной коровы, и сожженной красной коровы. И вопрос тогда, а где можно было достать этот пепел? Может быть, они сами сделали? Ведь в трактате Мигела говорится о том, что действительно Изра сделал красную корову, то есть сжег красную корову, одну из семи или девяти, да, семи или девяти по разным мнениям, красных коров, которые были в истории нашего народа. И поясняют комментаторы, что в трактате Пара, Пара, третья глобат, третья Мишна, что когда сжигалась красная корова, а первую ее сделал еще Мошарабайну в пустыне, то пепел, который получали, его делили на три части. Первая часть должна была храниться в самом храме, для того, для нужд Койна, если вдруг кто-то осквернился, кто-то затумился, кто-то стал нечистым, участвуя в похоронной процессии, или же Койна не могла это делать, но вдруг случайно попал как-то, или же зайдя в здание, где умер человек, и, как известно, Тума Рызуца, она направляется вверх от источника Тумы, от мертвого человека или от мертвого животного, и, упираясь, когда есть какое-то сооружение, которое несет в себе статус, подпадает под статус понятие Огель, Огель, то есть шатер, а именно Тефах-Альтефах, то есть вот такой вот небольшой, даже на 9-10 сантиметров, вот такой вот элемент чего-то, пусть это будет натянутый тент, брезент, или же это потолок обычной квартиры дома, Тума упирается, не пролетает дальше, и не продолжает свое движение вверх, а начнет распространяться по всему помещению, и если вдруг человек, Коин, зашел в такое, еврей Коин, зашел в такое помещение, то он в этот момент становится нечистым, и такая случайность может быть, вполне человек не знал, что кто-то умер там, пришел посетить своего дедушку в дом престарелых, и оказалось, что вдруг кто-то там уже умер в этом помещении. Вот для очищения Коинов, которые осквернились, и приняли на себя Туму, и нужен был этот пепел красной коровы. Треть хранилась, как мы говорили, в храме, треть хранилась в Хейл, Хейль – это внешняя стена храма, для будущих поколений, так сказано, и треть хранилась на Масечной горе. Когда Коины, когда евреи вернулись из изгнания, то они нашли этот пепел, по мнению раба Иуда, если не ошибаюсь, Тана, раб Иуда, считает, что они нашли этот пепел, или те Коины, которые служили еще в храме, помнили те времена, как знали то место, где это пряталось, потому что стены не были разрушены каздимцами и вавилонянами, войска солдата Набухаднецера разрушили только потолок, крышу храма, и сожгли, и подожгли его, но стены в основном были целые, остались целыми. Сам Набухаднецер, как известно, не участвовал в походе на Иерусалим, потому что он очень сильно боялся, что его с ним произойдет та же участь, его постигнет та же участь, которая постигла и Санхерива, царя Ашурского, Ассирийского, который пришел с огромной армией, многомиллионной армией к стенам Иерусалима, захватил всю Иудею, всю землю Израиля и осадил Иерусалим, но все войска его умерли в одну ночь, и он остался лишь с двумя, не соратниками, а двумя помощниками, которые его охранителями, оруженосцами, и один из них был Набухаднецер. Все это происходило на глазах у Набухаднецера, поэтому он, когда сам стал императором, он не осмелился прийти, приблизиться к Иерусалиму, а послал лишь свои войска. Итак, храм, пепел красной коровы был найден. Хорошо, мы можем очиститься теперь, или коины могут очиститься для того, чтобы приносить жертвы на жертвенники. Но, как видно из стихов, из окончания последних стихов 6 главы, ждали только Песаха. Только в Песах начали приносить жертвоприношения пасхальные, и видно, что какой-то период ожидали. Во-первых, храм был введен в строй, второй храм был введен в строй 7-го Адара, так пишут комментаторы, и вплоть до 24-го Адара, до 23-го Адара, было Ханукат Абайт. Ханукат Абайт – это празднование того, что ввод в эксплуатацию второго храма, запуск второго храма. Еще осталось какое-то время, три недели до Песаха. И для того, чтобы принести пасхальные жертвы, это время было, до принесения пасхальных жертв, это время было использовано другими людьми, для того, чтобы очиститься. Идет речь об очищении. И очищении в каком? И говорят наши комментаторы, что очищение необходимое было для некоторых, ну, не группа, для некоторых людей, которые подпадают под статус Мехусрей Капара. Мехусрей Капара – это люди, которые не могут принести, не могут очиститься, не считаются нечистыми, и, соответственно, не могут есть пасхальные жертвы. Корбан Песах, тот, который готовится в Песах, в Лелеседер 14-го Ниссана, в ночь 14-го Ниссана, вот люди, которые подпадают под этот статус, они не имеют права есть эту жертву. Кто это? Это, например, Зав. Зав – человек, у которого есть какие-то источники, источник, откуда течет гной или какая-то, ну, заразная инфекция. И такой человек, ему не поможет пепел красной коровы. Он должен очиститься, но, с другой стороны, ему не нужен пепел красной коровы. Ему достаточно очиститься миквой, когда у него прекратились все эти процессы. Ему достаточно очиститься миквой. Но у него есть еще одна проблема. Он должен, полное его очищение, то есть, он все время будет считаться нечистым, все то время, пока он не принесет грехо-очистительную жертву. И вот эту грехо-очистительную жертву можно было принести только в храме. То есть, все то время, пока жертвенник существовал. Вы знаете, наши самые первые уроки, когда мы говорили о том, что буквально, когда началась стройка, спустя семь месяцев, храм еще не был восстановлен, но в первую очередь евреи принялись за возведение жертвенника, и жертвенник был введен также в строй спустя семь месяцев после начала работы. И, по мнению, ну, Дасту Фрим Рабинович, почти наш современник, он утверждает, почти не приводя, не доказывая это из источников, что он утверждает, что все 18 лет, пока стройка была заморожена, жертвы приносились на жертвенники, а это было можно делать. Но не все жертвы. Для этого нам нужно вернуться и повторить в самое окончание, то, о чем мы говорили на нашем предыдущем уроке в самом конце. Есть в трактате Мегила, первая глава, Мишна 10, рассказывается о разнице между Бамакдолла, Бамактана и Огель Натуй Кедарко. Сейчас я переведу и объясню эти понятия еще раз. Огель, то есть до того, как был построен храм, был Мишкан. Мишкан, наподобие того, который сделал Мошер Абейну в пустыне, он же был построен сначала в Гильгале, в Эрд-Исраиле, а потом и в Святой, в Шило, на территории колена Эфраима. Там был шатер, стены были каменные и вот такой шатер, построенный наподобие того же Мишкана, который построил Мошер Абейну в пустыне, если есть в нем ковчег завета, то это называется святилище. Он подпадает под статус Мишкана и почти как первый храм или второй храм. Не почти как второй храм, потому что второй храм, мы сейчас увидим, у него был некий хессарон, некий изъян. Итак, есть шатер, есть шатер и в нем есть ковчег завета, приносятся все жертвы, любые жертвы. А вот что такое Бамагдолла. Бамагдолла это не просто какое-то большое сооружение для ритуальных жертвоприношений, а это тот же Мишкан. Тот же Мишкан, построенный как по той же схеме, как потом построили евреи в Шило после прихода в Израиль, но в нем нету ковчега завета. Так уж получилось, что после того, как филистимляне разрушили Мишкан в Шило, скрижали завета, который выхватил у Галиата во время боя или побоющих филистимлян на ми-евреев, побоющих еврейского, когда филистимляне разгромили дважды еврейскую армию и захватили ковчег завета, но вот в тот момент, когда Галиаф выхватил скрижали завета, вынял скрижали завета из ковчега, бенеминянин храбрый, а он же, мы знаем уже из Мидрашей, что это и был царь Шауль, выхватил скрижали завета и отнес их в Эрд-Исраиль. Где они были? Скрижали завета находились в Кириат-Яарим, современный, есть такой город Кириат-Яарим, он же соединен с Невосерет-Сиен, по трассе, первой трассе, когда вы выезжаете из Иерусалима в сторону Тель-Авива, справа, после, когда вы проезжаете поселок Моца, наверно, наверху справа будет вот это поселение, там и были, скрижали завета, находились в доме одного из ковинов, там же деревня Абу-Гош сегодня, черкесская. Сам Мишкан был построен в городе Нов, также в окрестностях Абу-Гоша или Кириат-Яарим, но не прямо в том же месте. То есть, скрижали завета и ковчег завета были отдельно, в отдельности они не находились внутри храма, внутри Мишкана. Получается, что в городе Нов, несмотря на то, что Мишкан был построен, и было все, святая святых, было минора, был жертвенник внутренний, жертвенник внешний, но там не не было ковчега завета. И получается, что вот это такое сооружение и называется Бома-Гдола. Большой жертвенник. Я не знаю, как перевести. Бома-Гдола. Сегодня Бома слово на иврите означает театральные подмостки. Бома какой-то... Я себе раньше представлял, пока что не учил это, пока не учил эту Мишну. Представлял, что это какой-то курган с каким-то особо большое возвышение, на котором находится один из центральных жертвенников. Так это неправильно. Вот Бома-Гдола, мы уже объяснили, что такое. А вот что такое Бома-Гдола, это уже больше подходит к тем моим фантазиям на раннем этапе изучения Торы. Бома-Гдола, Бома-Гдола, Малый жертвенник. Это жертвенник частный, частного человека, который почти каждый человек может сделать. Скорее всего, такие жертвенники в тот момент, когда были Бомот разрешены, они, эти жертвенники, существовали в каждом поселении. А может быть, даже и были личные жертвенники, у кого хватало средств для возведения такого жертвенника. И на этом жертвеннике можно было приносить только один вид жертв. недовод и недарим на человеку. Человек проснулся утром и вдруг хватается за голову, он вдруг понимает, что уже много времени с ним не происходит никаких бед, что уже полгода не возвращались чеки, что все хорошо с ним, дети учатся в школе, да, и уже целую неделю Рэбе не звонил, и не говорил, что твой сын подрался с кем-то, нормально, вовремя платят зарплату, все хорошо. И вдруг человек понимает, что ему нужно отблагодарить Всевышнего за это. И он приносит такую жертву, да, это называется недава. Или недарим, человек пообещал, опять же, если все будет у меня хорошо, с счетом, с детьми, с учебой, да, в жизни, то я тогда принесу жертву Всевышнему, и когда все нормально произошло, близкий родственник встал с операционного стола и ничего с ним не, ну, и выздоровел, операция произошла успешно, вот в таких случаях приносили эти жертвы. И это единственные жертвы, два вида жертв, которые человек мог принести на Бамактана. И только в то время, когда жертвенники были разрешены, когда это, когда построили шило, постоянный, стационарный, мешкан, все другое, любое другое место, где был бы жертвенник, где можно было или хотелось бы принести жертвы, все такие места были запрещены. Когда шило было разрушено филистимлянами, был какой-то период в несколько десятков лет, пока 369 лет простоял мешкан шило. В 18-20 лет был, по-моему, нов, а пока не построил царь Соломон, шломо, я думаю, больше времени, царь шломо построил первый храм. Так вот, в этот период было разрешено приносить жертвы на Бамакдолла, Бамактана. А когда же был построен первый храм царем Соломоном, все другие места были запрещены, только было исключение, когда Ильяу Анови, Коину, пророку Ильяу, было разрешено принести жертву на горе Кармель, был построен особый жертвенник. Для чего Всевышний это сделал? В тот момент евреи уже колебались, то есть, многие евреи, раздвоение было внутри них, в их сердцах, в их душах, в их мыслях, они хотели служить Всевышнему, но несколько сот лет идолопоклонства не давали пока что возможности им однозначно склониться в сторону Всевышнего, и поэтому пророк Ильяу получает приказ и разрешение от Всевышнего совершить великое чудо, жертвоприношение на горе Кармель. Но это единственный случай. А как был построен первый храм, любые другие места были запрещены, как мы сказали, и даже после разрушения первого храма больше никогда Бамакдола или Бамактана не разрешалось на них приносить жертвы. Какая разница между ними, какие жертвы, как мы уже сказали, Бамактана начали снизу, на ней можно приносить только непостоянные личные частные жертвы. Например, общественная жертва, грехоочистительная жертва за какой-то грех какого-то колена или даже целого народа Израиля. Можно, нельзя. А на Бамакдола, там, где нет ковчега тоже нельзя. Что же там приносилось Бамакдола? На Бамакдола, на большом жертвеннике или в мешкане без ковчега можно было приносить жертвы постоянные. Корбанто Мид, Бокер Арбайм, утренние и предзакатные вечерние жертвоприношения. Жертвоприношения, которые не ежедневные, но также имеющиеся, которые имеют постоянное время. Например, жертва Рожходыш, новомесячие, пасхальная жертва, праздничные жертвы. Все они зависят, они хоть и не ежедневные, но они находятся в зависимости от времени. Их можно принести только, если это праздник Сукот, или если это праздник Песох, или если это Рожжина и так далее, или новомесячие. Дальше. А вот что касается Алот, недовод, венедарим, разумеется, те, которые можно было принести дома на домашнем частном жертвеннике Бамактана, их тоже можно принести Бе Бамакдолла. А что нельзя было принести Бе Бамакдолла? Нельзя было принести в таком месте, как Новгород Куаним и Мишкан, который там находился, без Ковчега Завета, там нельзя было принести общественные жертвы, которые не находятся в зависимости от времени. Вот, народ решил принести жертвы за грех нашего народа, как здесь мы сейчас прочитаем или прочитали уже в шестой главе, говорится о том, что было принесено 12 жертв за грехи эпохи первого храма. Так вот, такую жертву нельзя было принести, а только, когда будет построен, а только на или первый храм, или второй храм, то есть, или Мишкан, например, там, где есть Ковчега Завета. Также все вот эти вот люди, которые мы перечислили, я точнее их всех не перечислил, а только привел один пример. Зав, как мы сказали, человек, у которого есть гнойные выделения, человек, у которого есть проказа, Метцора, прокаженный. Женщина, Йоледет, родила ребенка, Боуха Шем, Беша Атова, ей нужно очиститься, она отчитывает определенный срок, окунается в Микву, как и все остальные, после того, как вылечились Зав и Метцора, но они еще пока что находятся в состоянии, хоть и физически чистом, но духовно они еще не очистились, Мехасура и Капора. Когда они могут очиститься полностью и, например, что делать, кушать, как Курбан Песах, когда они принесут грехоочистительную жертву. И вот, когда они это могут сделать только в храме или в Мишкане, только там, где есть Ковчег Завета. Соответственно, все эти люди, даже все эти 18 лет, что жертвенник стоял, я возвращаюсь к нашей эпохе второго храма, но стройка была заморожена и здание не было возведено полностью. Все это время масса людей, они не могли очиститься. Они ждали и, соответственно, не могли кушать Курбан Песах. Теперь они ждали вот этого Юдалит Нисан и за все то время, за те три недели, которые остались до Курбан Песах, до Юдалит Нисан, до Леля Седара, все это время было использовано для того, чтобы принести в жертву десятки, сотни, тысячи, не знаю сколько, жертв тех людей, которые находились в том статусе Мехусарей Капара, у которых было недостаток в исправлении их статуса, и все это время было использовано для этих жертвоприношений. Жертвоприношений. Теперь последний вопрос, который нам остался выяснить. А, скажите вы, второй храм, он же, в нем не было Ковчега Завета. Ну, действительно. И получается, что, в принципе, второй храм, он изначально имел статус Бамагдолла. Красивое, грандиозное сооружение. Еще более величавое, внешне, по крайней мере, в габаритах, более крупное, чем храм первый. И вдруг, статус Бамагдолла всего лишь, объясняет комментатор, теперь это Исраэль, один из комментариев важных комментаторов Мишнает, он говорит, что, поскольку храм это было настолько величавое и важное и центральное строение духовное всего народа Израиля, центр духовный, у него все-таки был статус словно это был первый храм или словно то есть это было словно шатер построенный Мишкан или храм вместе с Ковчегом Завета. По-видимому, от пророков получили такое указание от Всевышнего через пророков и поэтому во втором храме было можно приносить все жертвы словно же как и в первом храме. Вот давайте посмотрим для примера Песах, который был во времена первого храма во времена Хискияу. Там была тоже проблема. Царь Хискияу хоть и был праведным человеком, но не весь народ вел себя как подобает и среди народа было повсеместное идолопоклонство и вот царь Хискияу решает сделать интересный шаг. Он добавляет месяц, то есть была добавлена возможность для очищения евреев и был добавлен один месяц, но когда? Как? Есть мнение, что это было два адара, как обычно, а есть мнение, что добавили Ниссан второй. Такой был прецедент. Добавили второй Ниссан, чтобы люди, которые были в первый Ниссан в состоянии неочищенном и не могли кушать Курбан-Песах, сейчас могли очиститься и поесть от Курбан-Песаха. Был дан клич по всей стране, но никто не откликнулся, кроме колена Ашера, Минаши из Вулуна. Разумеется, колена Иуда и Бениамина жили там, вокруг Иерусалима, и они всегда были праведны, а в Альдисе Северное Царство там не всегда было все в порядке, большую часть времени было не в порядке. И постал, и вот давайте я зачитаю вам эти стихи. Деврея Мим, вторая глава, Деврея Мим, вторая часть, тридцатая глава. И постал Ихискияу по всему Израилю и Иудеи и Гонцов, а также письма постал Ифраему Минаше, чтобы пришли в дом Господнем в Иерусалим совершить Песах Господу Богу Израилю. И посоветовавшись, решил царь и князя его и вся община в Иерусалиме совершить Песах во второй месяц. И ходили они, и ходили гонцы из города в город по земле Ифраема и Минаше и Даудела Звулуна, но высмеивали их и издевались над ними. Только часть людей, колено Ашера, Минаше и Звулуна, покорилась и пришла в Иерусалим. И в Иудее была рука Божья, дарованная им единое сердце, даровано, нет, даровавшая им единое сердце, дабы исполнить повеление царя и князя по слову Господа. И собрались в Иерусалиме множество народа совершить праздники, опреснок, во второй месяц собрание весьма многочисленное и вот этот народ сметает, очевидно, что получается, что даже в Иерусалиме были места для воскурения другим иным богам, иным богам, иным идолам, другие жертв, жертвенники чужим богам и все это было сметено, снесено. И встали они на свои места по уставу своему по учению Моше человека Божьего священники кропили кровью, принимая сосуды из рук левитов. Но так как много было в собрании таких, что не осветились, то левиты закалывали жертву Песах для всех, кто нечист. А мы сказали, что многим людям, которые нечисты, нельзя есть Курбан Песах. Ведь многие из народа, большей частью из Калена Ифраеми Менаши, из Сахара, из Вулуна, не очистились. Однако же, они вкусили жертву Песах не как предписано. Но Ихиския умолился за них, говоря, Господь благой, прости за то, так как подготовили сердца свои взыскать Бога, Господа Бога Отцов своих, хотя бы священного очищения, хотя бы священного святого очищения. И услышал Господь Ихиския и излечил Он народ. Излечил, имеется в виду, простил народ за то, что они ели Песах в нечистоте. Это вот то, что было с жертвоприношениями. Пепел красной коровы, очищение, неочищение, кто был чист, кто был нечист, какие виды жертвоприношения. Все мы разобрали. Какие виды жертвенников есть. И еще нам остался разобрать вопрос. Здесь упоминается в 20 стихе. Нет, в 21-м. И ели сыны Израилевы, возвратившиеся из изгнания, и все отошедшие от скверных народов земли, и присоединившиеся к ним, чтобы искать Господа Бога Израилева. Кто такие отошедшие от скверных земли народов? Народов земли, простите. Комментаторы расходятся во мнении. Например, Ибнезра, он сам приводит два мнения. По одному из мнений это евреи, которые поклонялись идолам и служили идолам, и вот в таком состоянии душевном, с такими понятиями они приехали в святую землю, и здесь они отошли от этого. Ну, а второе мнение, оно само по себе напрашивается, это Герей Цедек, это евреи, которые прошли Геюр, которые решили присоединиться к народу Израиля, еще там в Вавилоне, каким-то образом приобщились к истине и оставили своих идолов и пришли вместе с евреями в Эрец Исраэль. Последний вопрос, который нужно разговаривать перед тем, как мы закончим изучение шестой главы и перейдем к главе седьмой, это двенадцать жертвоприношений, которые были принесены здесь. Сказано так, двадцать второй и последний стих шестой главы, и праздновали они с радостью праздник Мацы семь дней, ибо обрадовал их Господь и обратил к ним сердце царя Ашурского, чтобы укрепить руки их в работе над храмом Богом Израиля. И совершили сыны изгнания жертвоприношения пасхально в четырнадцатый день медного месяца, потому что очистились священники, и было принесено двенадцать жертв. Почему двенадцать жертв? Я уже упомянул сегодня, несколько минут назад, перед тем, как будет храм вступить в свою работу, храм откроет свои врата для посетителей, для евреев, которые хотят прийти, почувствовать себя, показать себя Всевышнему, почувствовать большее место, почувствовать себя ближе к Всевышнему. Первым делом решили сделать несколько, принести двенадцать грехочистительных жертв сейры и зим, то есть козлов, самцов, козьих для того, чтобы искупить грехи, грехи поколения первого храма, что, как известно, первый храм был разрушен одной из основных причин, это было идолопоклонство. И вопрос теперь, почему двенадцать понятно, двенадцать колен, но почему именно сырые зимы? В сам Песах, говорится в книге Шмот, в сам Песах всегда нужно было приносить не Бакар, не крупный рогатый скот, хотя это и крупнее, и дороже, и, казалось бы, ты больше отрываешь от себя, для Всевышнего отдаешь, но, тем не менее, в Песах приносились именно Цон, не Бакар, крупный рогатый скот, а Цон, мелкий рогатый скот, овцы и козы. Почему? Говорят, что мы читаем в Песах после того, после утренней молитвы 14-го Ниссана во время чтения Торы, читаются отрывки соответствующие в Торе, а потом читается Широ-Ширим, Мегилат, Широ-Ширим, Свиток. Почему Широ-Ширим? Потому что Песах это время выхода из Египта, это время формирования народа Израиля как народа Всевышнего, теперь он выходит из среды Египта и становится автономным народом, а ведь в Египте служили идолом евреи, теперь они становятся рабами Всевышнего, принимают на себя Тору, принимают ярмов небес, ярмов Всевышнего, и вот теперь евреи вместе с Торой и с религией, с верой во Всевышнего, теперь они называются народом Израиля, только теперь. Поэтому Песах несет в себе массу важных аспектов и, как говорят комментаторы, у него есть проявление Машхени наруца, Ахарейха наруца, то есть есть стих в Широ-Ширим «Повлеки меня за собой, и я побегу за тобой, ты только повлеки меня». Поэтому приносятся жертвы из мелкого рогатого скота, потому что они всегда достаточно покладистые животные, которых не очень нужно гонять или гоняться за ними, когда они отбиваются от стада, и которые сами идут за стадом. Если в стадах коров обычно пастух идет сзади, у него есть посох, палка или кнут, которым он бьет коров, которые пытаются отбиваться от общего стада, есть еще овчарки, собаки, которые опять же могут тоже натренированы, могут подгонять коров, которые пытаются немножко своевольничать и уходить в сторону, то овцы, они обычно пастух идет сам, а овцы все стадо идет за ним, кушая по дороге траву. И говорят наши комментаторы, здесь все же были, теперь мы сказали, почему не крупный рогатый скот, а мелкий рогатый скот. А внутри мелкого рогатого скота есть также два вида овцы и козы. И почему здесь были приведены козы, принесены в жертву козы, а не сыры, и зим, а не овцы. Объясняет комментатор и так, объясняет красиво такое объяснение приводит Равшимшн он говорит такую вещь. Овцы, они настолько послушны, что даже если роль пастуха будет исполнять человек незнакомый для них, они все равно за ним пойдут. Главное, есть такой рефлекс у них вырабатывается, или природа от Всевышнего, и они очень покладистые животные и идут за любым пастухом. Козы же, коза пастухом, которого они знают. Если вдруг один заболеет и попросит другого человека, с которым незнакомы эти козы, то они не будут его слушаться, не будут идти за ним. И вот, народ Израиля согрешил, они в эпоху первого храма служили другим идолам, ходили за другим пастухами, якобы за другими пастухами, преклонялись другим богам. И теперь народ Израиля первым делом решает принести в эпоху второго храма двенадцать греховочистительных жертв именно из овец, простите, пожалуйста, из коз, чтобы показать, что все же мы остаемся твоим народом Всевышний. И мы, хоть и были какие-то попытки отхода в сторону, но мы продолжаем быть словно стадом коз, которые идут только за одним хозяином, которого они знают, только за Всевышний. Аткан Акафашишит. Аткан до этих пор шестая глава. И давайте теперь начнем седьмую главу. И она начинается с перечисления наших лидеров и среди них Эзра. Поэтому это окончание нашего этого занятия и начало следующего мы посвятим личности Эзры частично. Будут еще у нас моменты, когда мы будем о нем говорить. Но когда-то начать нужно. Эзра сейчас приходит в Эрд Исраэль. Он придет на седьмом году правления Дарья Выше Второго, то есть сына Эстер и царя Хашвироша. И много лет он не был. То есть 23 года с момента первой Алии, первого возврата народа Израиля, первой группы из 42 или 200 тысяч евреев в Эрд Исраэль, который возглавил Зрубавэль. Эзра все время оставался в Персии и оттуда он руководил всем, что происходило с народом Израиля. И вот когда умирает Борух бен Ирия, его учитель, который был учеником пророка Ирмияу и который не мог, был настолько немощным, что он не мог даже на паланкине, на переносной какой-то как это назвать, паланкину в общем, даже если мы его несли на руках, он не смог бы все равно достичь Эрд Исраэль. Поэтому он жил там, где-то в какой-то период он умер, и все то время Эзра учил у него Тору, потому что отсюда учат наши мудрецы, важное правило, что изучение Тора и важнее даже возведение второго храма. Говорили об этом как минимум два раза уже. И вот Эзра приходит в Святую Землю. Теперь уже храм работает, храм существует, Эзра сам был Коином, но поскольку он в момент запуска храма, введением его в эксплуатацию, как-то мне не нравится вся эта фраза, но введение объекта в эксплуатацию, когда храм начал работать и функционировать, его племянник Ешуа или Егошуа, в разных местах он по-разному упоминается, в нашей книге Ешуа о нем говорят, его племянник он и был первым первосвященником во втором храме. Был ли Эзра вообще Коином? Источников подтверждающих этого нету, кроме одного. Рамбам, Рамбам в одном месте в своих халахот перечисляет и цепочку передачи традиций 40 поколений от Мошера Бейну, когда он принимает на горе Синай Тору и Егошуа и так далее, там он упоминает, Эзра был Коином, первосвященником, не просто Коин, Коин Гадоль. И комментаторы удивляются, ищут, не могут найти, задают вопросы, не находят на них ответы, откуда взял это Рамбам, но Рамбам был настолько велик, что мы имеем право использовать его как то мнение автономное и законное и крепкое мнение о том, что все-таки Эзра в каком-то этапе был первосвященником, может быть, его племянник заболел и умер, может быть, племянник его просто отошел, но первосвященником он был, по единственному мнению Рамбам, великого Рамбама, не подтвержденного никакими источниками из Хазаль, наших мудрецов, то есть до Павелонского Талмуда. Итак, давайте начнем седьмую главу, а после этих событий в царствовании Артахшасты, царя Параса, спросите, ну, Дарья Ивыж II, ты сказал, да, как у Дарьи II, почему Артахшаста, вспоминайте, мне говорили, что Артахшаста это как Паро, как царь, просто по-русски, то есть Паро, любой фараон, у него было еще и частное имя, свое и личное имя, и это статус, это название императора по-персидски, царя Параса, Эзра, бен Срая, бен Азарья, бен, и так, то есть начинается длинное перечисление, и мы его не будем зачитывать здесь, все, понятно, что он происходил от Леви, есть в книге Деврей Ямим, я также поставил закладку, но у нас мало времени осталось, я не буду зачитывать из книги Деврей Ямим всю родословную из десятка стихов Эзры, а вот, что я решил да, прочитать из книги Мелахим, во второй части книги царей в 25 главе 18 стих рассказывается о том, как, что произошло с отцом Эзры, оказывается, это очень важно для нас знать, Эзры великим стал не на пустом месте, понятно, что все это в заслугу изучения Торы, которую, как мы видели, он даже изучал, поставил во главу даже возведению второго храма, возведению второго храма, но у него и были великие прародители, великие отцы, его отец был сыроя, кто такой был сыроя, последний первосвященник первого храма. Еще раз откройте, если хотите посмотреть, почитать стихи самостоятельно, вторая часть книги царей, 25 глава, стих 18 и взял старший палач, палач, который был послан на Бухаднецаром на захват и разрушение Иерусалима, сожжение первого храма, и взял старший палач сыроя, первосвященника, и цфанья, второго священника, помощника первосвященника, и трех стражей входа в храм. А из города взял он одного начальника воинов и пять человек из предстоявших лицу царя, находившихся в городе, и песца, военачальника, гербовавшего народ страны, и 60 человек из народа страны, находившихся в городе, и взял их на вузарадан, вот тот палач, старший палач, и отвел их к царю Бавельскому в Ривлу, и перебил их царь Бавельский, и умертвил их в Ривле, в стране Хамат. То есть, Срая, отец Эзры, который был последним первосвященником первого храма, праведным первосвященником первого храма, был взят в плен, уведен в Ривлу, в Хамат, и там казнен по приказу Навухаднецера. И у него был, у Срая, было два сына. Один был, один был, один был, один был Эзра, а второй был, я не нахожу его сейчас имя, как его звание. И вот, Ешуа и был сыном того человека. Прошу прощения, уже записывали же, Еуцадак. Еуцадак был братом родным Эзры, и именно сын Еуцадака, который поднялся вместе с первыми репатриантами из Вавилона, или теми, точнее, кто вернулся из чужбины, из Вавилонского изгнания в Святую Землю. Поэтому он и стал его сын, Еуцадака, и стал первым первосвященником. Мальбим, начиная нашу, объяснять нашу седьмую главу, как заглавие для него приводит высказывание Шимона Цадика. В Перке, вот, в первой главе второй Мишне говорил Шимона Цадик, мир держится на трём, праведник, пусть лучше останется Шимона Цадик, мир держится, стоит на трёх вещах, зиждится на трёх вещах, на Тора, а вода, агнилут Хасадим, на Торе, на служении Всевящнему, имеется в виду жертвоприношение, служение в храме, или же сегодня, что каждая синагога считается, каждый бейтметраж считается маленьким бейтмикдашем, в большей синагогах это говорится, и наши молитвы, это и есть те же, замена тем жертвоприношениям, которые мы сегодня не можем принести, и третье, нагминут Хасадим, это милосердие, оказание милосердия в мире, и говорит Мальбим, что три великих еврея эпохи возрождения второго храма, возведения второго храма, соответствовали этим трем столпам, то есть в каждом поколении должны быть такие евреи, которые отвечают этим критериям, и которые несут ответственность, или как бы являются вот теми тремя ногами, как известно, стул, у которого есть три ноги, его тяжелее свалить на бок, чем стул, у которого есть четыре ноги. Зрубавель, за что он отвечал? Жертвоприношение, то есть служение, а вода, то тот один из столпов, на котором держится мир, зиждется мир, ему соответствовал Эзра. Почему? Простите, Зрубавель, потому что Зрубавель занимался возведением второго храма, да, было перерывно, 18 лет, но, опять же, упоминали сегодня какое-то время, 18 лет все эти жертвенники работал, жертвы приносились, была какая-то служба, и ответственным за это, и тем, кто, в общем-то, на своих плечах все это, под чьим руководством все это делалось, это и был Зрубавель. Нехемия, он отвечал за оказание милосердия, то есть, не отвечал, а соответствовал тому, тому третьему столпу, столпу, на котором зиждется мир, Гмилут Хасадим. Мы еще это будем изучать с Божьей помощью, книга Нехемия нас ждет, она идет по порядку после книги Эзры, и там рассказывается, там мы будем подробно разбирать, что после какого-то, на какой-то момент в народ Израиля, когда освоился, осел, смог отбиться от врагов, Нехемия обнаруживает, что, приходя в рецестороль, что богатые евреи порабощают бедных евреев. И он устраивает серьезный разбор всех этих ситуаций и вынуждает, приказывает евреям отказаться от порабощения своих братьев. Поэтому он и считается, как отвечается или соответствует оказанию милосердия. А Эзра, соответственно, он столб или та нога, на которой зиждется, третья нога, на которой зиждется мир, стоит мир, это изучение Торы, Тора, Авода, Гнудхасадим. На этом остановимся сегодня и продолжим в следующий раз. И, Базараташем, мы разберем эту тему и Эзры и многие другие. Ну, все по порядку. На сегодня все. Спасибо за внимание. До свидания. До следующих встреч.